Согласно последним данным, в Эстонии инфекцией COVID-19 поражены 205 человек. У нас была конференция, наверное, последняя перед вспышкой коронавируса. Нас было человек 15, не больше, в достаточно запутном помещении. Мы там провели около 3 часов. И, как нам сообщили, причем буквально день назад, с достаточно большой задержкой, что у одного из нас, одного из тех, кто был в этом помещении, диагностирован коронавирус. Плюс человек на данный момент находится в средней степени тяжести заболевания, то есть симптомы поражаются в него достаточно активно. Так что даже очень позитивно, что я нахожусь на карантине, потому что чисто теоретически я могу не болеть коронавирусом, но являться его переносчиком. В итоге, сколько мне еще нужно? Где-то 10 дней. Если через 10 дней никакие симптомы не проявятся, значит, мне повезло, значит, я абсолютно здоров. А пока я остаюсь вместе с вами и буду рассказывать, как развивается ситуация у нас дальше в Эстонии и как протекает моя жизнь на карантине. 17 марта с Эстонии вводят пограничный контроль на внутренней границе Шенгенской зоны. Въезд иностранным гражданам за некоторым исключением будет запрещен. Каждый, кто прибудет в Эстонию из-за границы, будет обязан находиться на двухнедельном карантине. Ну что ж, из новостей мы можем понять, что количество больных у нас уже перевалило за две сотни. Из тех, кому действительно диагностировали этот диагноз, сколько человек ходит без диагноза и не подозревает об этом, мы не знаем. И самое главное, что государство уже открыто заявило, что тесты не будут проводиться всем желающим. То есть, вот, к примеру, я бы хотел провести тест. То есть, я хотел бы сдать тест и узнать, болен я или нет. Но в том случае, если ты звонишь по короткому номеру, сообщаешь о своей проблеме, то тебе говорят следующую информацию. Если у тебя не средняя или не тяжелая степень заболевания, тебя диагностировать не будут. Просто просят, чтобы ты находился на карантине. Таким образом, как Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, как правительство Эстонии признало, что пандемию на данный момент не остановить. По данным эстонского правительства, переболеет, наверное, чуть больше половины всего населения Эстонии. И, возможно, осенью придет как бы вторая волна, и это будет что-то вроде сезонного заболевания. И основной смысл чрезвычайного положения, закрытия общественных мест в том, чтобы не было пиковой нагрузки на больницы. Потому что, в принципе, вот для меня болезнь не так страшна. Скорее всего, она будет протекать практически без каких-то осложнений, возможно, даже без симптомов. Но для пожилых людей, для стариков, для детей это достаточно опасность заболевания. Поэтому, если людям разрешить вести себя как раньше, чтобы они также контактировали с большим кругом людей, есть вероятность того, что пиковая нагрузка на больницы будет чрезвычайно высокая. Италия также вначале заигрывала с этой болезнью, и потом, когда в больницах стало не хватать мест, а в один день погибло почти 400 человек, начались резкие ограничения. Поэтому у нас стараются, если так можно сказать, размазать количество больных по дням, чтобы люди заболевали постепенно и постепенно попадали в больницы. И каждому больному могли оказать достаточно профессиональную медицинскую помощь. Вот. Но, с другой стороны, это плохо тем, что, к примеру, я не могу узнать, являюсь я носителем этого вируса, либо не являюсь. В любом случае, я могу и дальше находиться в карантине, на котором я и собирался находиться, и таким образом я никого за пределами своей квартиры заразить не смогу. А в том случае, если я являюсь носителем этой болезни, то, как получается, в любом случае, люди, кто живут со мной в одной квартире, мы едим одними и теми же вилками, иногда пьем одних и тех же кружек. То есть, в любом случае, они таким образом тоже, скорее всего, подхватят или уже подхватили этот вирус. Что еще из интересного? Из интересного у нас перекрываются границы. А с завтрашнего дня у нас будут... Ну, уже 17-го числа, возможно, этот ролик я выложил 17-го, поэтому уже с сегодняшнего дня перекрыты все границы. И в Эстонию попасть можно только в том случае, если вы гражданин этой страны, либо имеете здесь вид на жительство. То есть, северопаспортников это также касается. Поэтому, в принципе, Эстония закрыта, и есть вероятность того, что пандемия будет в какой-то мере подавлена, и резкого пика возрастания заболевших не будет. Но в то же время у нас по-прежнему открыто огромное количество заведений. То есть, у нас открыты торговые центры, открыты рестораны, бары, но не все. Большая часть из-за отсутствия клиентов, из-за отсутствия туристов начинают закрывать, отправлять людей на... Кто-то в отпуск, кто-то за свой счет. И вообще ситуация экономически достаточно сложная, потому что достаточно большой пласт людей, в основном связанный со сферой услуг, как известно в современном государстве, в том числе и в Эстонии. То есть, треть нашего ВВП, это, получается, практически треть, наверное, нашего бюджета, это деньги, которые идут из сферы услуг. И таким образом, если треть людей решается работой, это достаточно сложный, проблемный период. И, возможно, мы на пороге нового экономического кризиса. Как ситуация будет развиваться, мы увидим в будущем. И прогнозировать и строить какие-то серьезные прогнозы я не могу. Я не экономист, я не квалифицирован в этом роде, в этой сфере. И, учитывая, что правительство еще не до конца решило, стоит ли дозакрывать торговые центры, дозакрывать рынки, то в любом случае у людей сохраняется еще достаточно большая контактная база. И, естественно, вирус будет распространяться быстрее, чем в странах, допустим, Западной Европы. Потому что вот у меня есть знакомые, да, Оля, привет, которые живут во Франции. И во Франции введен полный карантин. В города вводят национальную гвардию для того, чтобы люди меньше контактировали и меньше посещали улицу. То есть они действительно должны будут быть заперты у себя в домах. А у нас, как вы видели, у меня за спиной люди гуляют по городу. И вот, допустим, я сейчас ехал к морю, чтобы сидеть в машине, подышать воздухом, записать этот ролик. То в городе я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения. В городе жизнь течет практически как будто это обыкновенный рабочий день. И, в принципе, за исключением малого количества, не знаю, там, школьников и детей. Если бы я ехал на работу и не знал, что у нас чрезвычайное положение, вот был бы человеком совершенно вырванным из реальности, я бы в жизни не понял, что у нас что-то происходит. Не знаю, насколько это правильно. С другой стороны, не стоит поднимать панику в том случае, если на самом деле ситуация стабильна и нет смысла изолировать людей и окончательно решать их возможности работы, заработка, потому что не у всех есть накопление. И не все могут, к примеру, так спокойно перейти на удаленную работу либо просто выпасть из ритма жизни и сказать, мы вот три месяца будем находиться дома. У людей кредит, у людей обязательства, это тоже нужно понимать. Возвращаться обратно я решил через район Каламая, через район такой старой деревянной застройки. Можем и здесь посмотреть, как, в принципе, протекает жизнь. По улицам ходят люди, ездят машины, то есть, в принципе, большая часть людей... Для большей части людей жизнь никак не изменилась. Таксисты работают. Мы сейчас в районе Ноблиснер. Это достаточно новый район. Сейчас он еще достраивается. Вот, к примеру, дальше мы видим, спокойно в полице гуляют люди. А вот с этой стороны, допустим, сейчас идет стройка. Здесь достраиваются офисы. Так что вот, можно видеть, здесь спокойно работают рабочие. У всех полноценный рабочий день. Никаких, в принципе, ограничений. Здесь офисы, пивоваренный завод Пыхерла. Если говорить о торговом центре, вот, к примеру, Мустика. Здесь крупная круглосуточная призма. В первой части я снимал именно эту призму. То людей для буднего дня, в принципе, нормально. Люди, как обычно, ходят в магазин, ходят за покупками. И никакого особенного, не знаю, снижения активности я не вижу. Ну что, YouTube, на этом все. Давайте держать связь. Пишите в комментариях, где вы живете, как у вас проходит карантин, есть ли у вас режим чрезвычайного положения. Особенно, если вы в Европе, особенно, если вы в России. Мне интересна эта тема. Со всеми стараюсь пообщаться в комментариях. Всем стараюсь ответить. Так что, удачи. Держим связь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok